Глава 16. Доверие. Пророк Амос сказал, «В тот день я подниму упавшую хижину сукка Давида». Амос 9.11. Царь Давид тоже использовал слово «сукка». «Известен Бог Виудее, в Израиле велико его имя, находилась в Шалеме его обитель сукка, его жилище на Сионе». Таилим 76.2.3. Этот стих из Амоса говорит о полном избавлении, когда Бог явит миру свою славу, величие и могущество. Следовательно, упавшая хижина Давида означает «либо царство Давида», комментарий Таргум, Янатан, Наамоса там же, «либо упавшее царство Давида», Раши, Санедрин 97.1. Более того, слова «известен Бог Виудее» показывают, насколько Бог свят и велик. Михилта Бешалах Месехта Деваихи 1. Цитата «Я ожесточу сердце фараона» Шмот 14.4. «Это учит, что когда Бог наказывает народы, его имя возвеличено на земле». Сказано «известен Бог Виудее, в Шалеме его обитель Сука». Стиху «там он разбил стрелы у луков», предшествуют слова «известен Бог Виудее, в Израиле велико его имя». Таилим 76.2.3. Мы можем задать вопрос, если речь идет о величии и силе Бога, то почему Писание называет царство Бога и Давида хижиной? Слово «хижина» ассоциируется с чем-то незначительным, временным. Как сказал Ешаяу, «Твоя страна опустела, чужеземцы пожирают твою землю в твоем присутствии, и дочь Сиона оставлена, как хижина сука в винограднике». Ешаяу 1.7.8. Гораздо логичнее смотрелась бы фраза «Я восстановлю дворец Давида». В Шалеме его крепость или цитадель, то есть метафоры силы и власти. По этой же причине сложно понять молитву царя Давида. «Он прячет меня в своей хижине в день бедствия» Таилим 27.5. Ибн Эзра комментирует, «Это Иерусалим», как в словах, «В Шалеме его обитель». Или вот что пишет Раши там же. «Он прячет меня в своем святом храме». И снова мы задаемся вопросом, почему Давид называет и Иерусалим, и храм эти символы Божьей силы «хижиной». А почему наши мудрецы включили в вечернюю молитву такие слова «Распространи над нами твою хижину мира». Почему мы просим чего-то слабого и мимолетного вместо того, чтобы просить Божьей силы, например, крепости, дворца или башни? Ответ заключается в том, что Тора и мудрецы преподают важный урок веры и доверия. Слово «сука», «хижина» происходит от «схах», что означает «защиту и укрытие». «Лехосот». В корне этого слова буквы те же, но изменен их порядок. Это видно в ряде стихов. «Он укроет, Исах, тебя своими крыльями» Таилим 91.4 «Ты покрыл, сход та, мою голову в день битвы» Таилим 148 «О мешкане в пустыне Защити! Исхид, ковчег куском ткани» Шмот 43 От слова «схах», «защита», в том числе от врага, происходит другое слово «сука» означающее «шаткую, временную хижину». Это символизирует силу Израиля и спасение от врагов. Урок ясен. Цитата. «Кто-то полагается на колесницы, кто-то на коней, но мы будем призывать имя Господа нашего Бога» Таилим 20.8 «Царь спасается немножеством войска, и сильный человек избавляется невеликой силой» Таилим 33.16 «Если Израилю угрожает множество врагов, ему нечего бояться, если он полагается на Бога». Вот почему силу и мощь Бога символизирует, казалось бы, шаткая хижина. Об этом Ионафан сказал своему слуге, когда Израиль воевал с филистимленами в Милхемет-Митсва, обязательной войне. «Пойдем в лагерь этих необрезанных, возможно, Господь сделает дело ради нас, ибо ничто не мешает ему спасать через многих или немногих». 1 Шмуэля 14.6 «Аса сказал похожие слова «Господи, для Тебя не важно, помогать ли сильным или слабым». 1 Летопись 14.10 «Это было до того, как он оставил Божьи пути». Именно хижина, сука, символ слабости и временности, лучше всего символизирует всемогущество Бога, который не нуждается ни в крепости, ни в дворце. Бог может отомстить народам и даровать победу даже шатхой хижине. Пророк Амос пишет, «В тот день я подниму упавшую хижину Давида, чтобы они смогли овладеть остатком Эдома и всеми народами, на которых призвано мое имя». Амос 9.11.12 «Израиль выйдет из хижины, в кавычках, чтобы унаследовать народы». В другом источнике мы читаем такие слова. «В тот день урожай Господа будет прекрасен и славен, и плод земли будет прекрасен и красив для тех в Израиле, кто спасется. И будет хижина, чтобы укрыть в жару дня, и для убежища, и для покрова от бури и дождя». Ишаяу 4.2.6 Мецудат Давид стих 6 содержит следующий комментарий. «Это метафизически указывает на то, что Бог защитит их, так что враг не сможет их коснуться». Конец цитаты «Бог заповедал Израилю соблюдать праздник Суккот. Эти семь дней вы должны жить в хижинах. Все в Израиле должны жить в таких хижинах. Будущее поколение узнают, что Я повелел детям Израиля жить в хижинах, когда Я вывел их из Египта. Я Господь ваш Бог, Баикра 23.42.43 «Весь праздник — это символ абсолютной веры в Бога и доверия к Нему. Сука является видимым символом великих чудес. Впрочем, это одно большое чудо, ведь Бог сорок лет защищал Израиль от врагов и тягот пустыни. Это Он вел вас по великой страшной пустыне, где были змеи, гадюки, скорпионы, жажда, и не было воды». Дворим 8.15 «Да, это было одно великое чудо протяженностью в сорок лет, и то, что Бог смог совершить такое чудо, является самой лучшей причиной, почему мы должны всегда полагаться на Него». Рамбам объяснил Мореневухим 3.50 «Почему в Торе так подробно описываются скитания Израиля?» Цитата. «С первого взгляда описание Тора и путешествия Израиля выглядит избыточным. Чтобы мы так не думали, Тора сказала. Моше записал их остановки по пути, как приказал Господь». Бемидбар 33.2 Действительно, необходимость в этой записи была большой. Чудо бывает настоящим только для тех, кто видел его. Даже если чудо позже пересказывают, оно может разочаровать слушателя. Известно, что это невозможно и даже немыслимо, чтобы чудо пребывало всегда для всего человечества. Среди величайших чудес Торы выживание Израиля в пустыне в течение 40 лет и ежедневное появление мана, тогда как в пустыне, по описанию Торы, были змеи, гадюки, скорпионы и жажда, и не было воды, дворим 8.15 «Она была удалена от цивилизации и не была естественным местом для человека. Это было место без растений, инжира, винограда и граната, даже без питьевой воды» Бамидбар 20.5 «А также землей, через которую не проходил ни один человек и где никто не жил» Ирмиягу 2.6 Тора заявляет «Ты не ел хлеба и не пил вина» Дворим 29.5 Бог знал, что в будущем можно будет оспорить эти чудеса. Следовательно, Он развеял все подобные мысли, укрепив достоверность этих чудес, описав эти путешествия, чтобы в будущем люди видели их и понимали, насколько чудесно то, что человеческий род выжил в этих местах за 40 лет». Конец цитаты. «Мудрецы говорят, Танхума, таковы приключения детей Израиля» Бамидбар 10.28 «С чем это можно сравнить? С царем, у которого был болен сын, и он привез его на лечение. Когда они вернулись, царь начал перечислять все места, где они были, говоря «Здесь мы спали, здесь было холодно, здесь у тебя болела голова». Так же и Бог сказал Муше «Перечисли им места, где они прогневили меня». Конец цитаты. Муше должен был перечислить все места, где Бог охранял Израиль, части одного большого чуда, при котором Бог хранил целый народ 40 лет, несмотря на то, что они постоянно восставали против Него. Чтобы мы всегда помнили о великой силе Бога, Он заповедал нам жить в тех же самых хижинах, в которых наши предки обитали 40 лет в пустыне, Сука 2 Алиф. Тора говорит, «Все семь дней оставьте свои постоянные жилища и сидите во временных жилищах». Там же 11 Бет. «Я повелел детям Израиля жить в хижинах» в Айкра 23-43. «Хижины, в кавычках, относятся к облакам славы согласно рабе Элезеру и настоящим хижинам согласно рабе Акиве». Конец цитаты. Бог в прямом смысле слова дал им хижины. Это были шатры или палатки для временного проживания. «Вы жаловались в ваших шатрах» дворим 1 дробь 27. «Возвращайтесь в свои шатры» дворим 5 дробь 27. Уже один этот факт был достаточным основанием для учреждения праздника Суккот. Он напоминал бы нам о чуде, о том, что мы 40 лет жили в пустыне в палатках и выжили. Однако рабе Элезер пошел дальше и объявил, поскольку Бог окружил евреев облаками славы, именно они охраняли Израиль в шатких палатках. Облака символизировали силу Бога, Его способность защитить нас даже во временных жилищах. Мудрецы говорят, Танхума, Бешалах 3. Было семь облаков славы. Одно на одной стороне, одно сверху, одно снизу и одно шло перед ними. Сравнивало холмы и поднимало долины, сжигало змей и скорпионов, расчищало и освобождало путь перед ними. Конец цитаты. Главный урок хижин в том, что мы должны полностью полагаться на Бога, который может защитить слабую суку Израиля своими облаками, так, что нам не нужно бояться народов, змей, гадюк и скорпионов. Это было первой причиной для учреждения праздника Суккот, а второй причиной стал богоданный урожай. Суккот стал для нас временем радости, а радуемся мы потому, что полностью полагаемся на Бога. Тот, кто доверяется Богу полностью, никогда не будет беспокоиться о пропитании и защите от врагов. Царь Давид написал, «В Шалеме его хижина, а не в Иерусалиме». Он хотел подчеркнуть, что наша вера в способность Бога спасать должна быть полной, Шалем. Именно этим именем Бог назвал свой святой город Иерусалим престол полного упования на Бога. По этой же причине наши мудрецы определили, что в первый день Суккот, а также в Шаббат, который выпадает на промежуточные дни, мы читаем о втород, о войнах Гога и Магога Захария 14 и Ехескель 38-39. Суккот и шатры символ слабости, мимолетности и изгнания, символ неуверенности в завтрашнем дне. Когда мы покидаем наши постоянные дома, символизирующие землю Израиля, и отправляемся в изгнание, в кавычках, во временных жилищах, мы читаем места писания о поражении Гога и Магога и народов, напавших на шаткую хижину Израиля и уничтоженных владыкой славы, всемогущим Богом. Важность доверия к Богу невозможно переоценить. Да, жить в полном уповании на Бога сложно, очень сложно. Опасности этого мира столь реальны, что даже праведные поддаются сомнениям и страху, и даже великие лидеры нашего народа притыкались. Царь Шауль потерял свое царство, потому что не прошел испытания на полноту веры. Пророк Шмуэль дал ему указание, которое он должен был исполнить по восшествии на престол. Спустись ко мне в Галгал, и я спущусь к тебе, чтобы вознести все сожжения. «Семь дней ты должен ждать, пока я не приду к тебе и не скажу тебе, что ты должен делать». 1 Шмуэля 10, 8 Бог имел в виду, что в Галгале Шауль должен был готовиться к войне против филистимлян. Когда израильтяне перешли Иордан, они пришли в Галгал, где обрезались, заключив завет верности с Богом. Бог решил испытать Шауля, чтобы проверить, будет ли он полностью полагаться на него перед лицом опасностей. Цитата. Филистимляне собрались, чтобы воевать с Израилем 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и людей, как песка на морском берегу. Когда люди Израиля увидели, что они в отчаянном положении, ибо люди были в отчаянии, тогда люди спрятались в пещерах, зарослях, норах и ямах. Некоторые из евреев перешли Иордан в землю Гада и Галаада, но Шауль все еще был в Галгале. Он ждал 7 дней по времени, которое назначил Шмуэль. Но Шмуэль не пришел в Галгал, и люди разбежались от него. Шауль сказал, «Принесите мне жертвы всесожжения и мирные жертвы». И принес жертвы всесожжения. Как только он закончил приносить жертву всесожжения, пришел Шмуэль. Шмуэль спросил, «Что ты сделал?» И Шауль ответил, «Я увидел, что народ разбежался от меня и что ты не пришел в течение назначенных дней и что филистимляне собрались в Мехмасе». Тогда я сказал, «Сейчас филистимляне спустятся ко мне в Галгал, а я еще не попросил у Бога расположения. Тогда я заставил себя нарушить свои собственные желания и твои заповеди, Радак, и принес всесожжения». Шмуэль ответил, «Ты поступил глупо, ты не сохранил заповеди Господа твоего Бога, которые Он заповедал тебе, ибо Господь установил бы твое царство над Израилем навечно, но теперь твое царство не продлиться. Господь выбрал себе человека по своему сердцу, того, кто будет творить его волю, торгумь Йонатан». 1 Шмуэля, 13, 5-14. Бог решил испытать Шауля самым простым вопросом, который только может быть задан правителю Израиля. «Будет ли он полагаться на Бога всем сердцем?» Шмуэль повелел Шаулю идти в Галгал и ждать его семь дней, в то время как филистимлине начали стягивать большие силы. Израильтяне в страхе разбежались, армия пребывала в растерянности и панике. Когда, наконец, наступил седьмой день, а Шмуэля все еще не было, Шауль из страха и недостатка доверия не стал ждать весь день до вечера, а принес жертву самостоятельно. Конечно, когда прибыл Шмуэль, Шауль нашел, чем объяснить свой поступок. С какой-то точки зрения в его словах даже был смысл. Филистимляне стягивали огромные войска, израильтяне разбегались, не мог же Шауль идти на войну, не принеся жертву и не попросив Бога о помощи. Однако, несмотря на это, Шмуэль объявил, «Ты поступил глупо! Ты не сохранил заповеди Господа, твоего Бога, которые Он заповедал тебе». Иными словами, Шауль не выполнил заповедь упования на Бога, потому что поддался страху. Радак так объясняет слова Шмуэля. «Ты говоришь, что испугался, поэтому ты восстал против слова Бога и удалил доверие к Нему из своего сердца, потому что ты думал, что ты и Израиль не спаслись бы, если бы ты прождал дольше». Конец цитаты. Из этого случая мы извлекаем важнейший урок. Когда Бог дает нам заповедь, какой бы сложной, нереалистичной и нелогичной она нам ни казалась, как бы нам ни хотелось изменить или улучшить в кавычках ее, ради ее же исполнения, мы не должны отступать от заповеди ни на шаг. Путь Торы — это непоколебимая вера и следование Божьему Слову в точности так, как оно дано. Хотя недоверие к Богу гибельно для праведника, эта заповедь чрезвычайно сложна. Неудивительно, что так много праведных евреев на ней приткнулись. Среди них был даже наш праотец Яков Танхума в АЕЦ 2. Ему приснилась лестница, Берешит 28, 12. Это учит нас тому, что Бог показал Якову князей Вавилонии, Мидии, Греции и Рима, поднимающихся и спускающихся. И Он спросил Якова, «Яков, почему ты не поднимаешься?» В тот момент Якову стало страшно, и Он сказал, «Как и все эти спускаются, должен ли я тоже спуститься?» Бог ответил, «Если поднимаешься, то не спустишься». Однако Яков не поверил ему, и не стал подниматься. Раби Шимон бен Юсина цитировал касательно этого отрывка, «Несмотря ни на что, они по-прежнему грешили и не верили в его чудесные дела». Таилим 78, дробь 32. Конец цитаты. «Как Израиль согрешил в пустыне, потому что ему не хватило веры, так же согрешил и Яков, не поверив обещанию Бога». Страх у Якова нет оправдания. В конце концов, заповедь доверять Богу применима только к тем ситуациям, когда возникает опасность. «Несложно доверять Богу, когда тебе ничего не грозит». Мудрецы комментируют. Бог сказал ему, «Если бы ты поднялся по лестнице и поверил, ты бы никогда не спустился. Поскольку ты не поверил, твои наследники будут покорены этими четырьмя царствами здесь на земле, с них будут взымать налог на имущество и подушный налог». Конец цитаты. Смотри так же во Икра-раба 29.2. «Позже Яков снова проявил нехватку доверия, когда вышел навстречу Эсаву. Бог пообещал Якову, «Вернись в землю твоих отцов, на твою родину, и я буду с тобой!» Берешит 31.3. Однако Яков послал вестников к своему брату Эсаву. «Твой слуга, Яков, говорит!» Берешит 32.4.5. Мудрецы комментируют. Берешит раба 75.2. «Как мутный фонтан и грязный родник, так и праведник, уступающий нечестивому» Мишлей 25.26. Раби Иуда, сын Раби Шимона, сказал, «Как невозможно, чтобы фонтан замутился или родник загрязнился, то есть, если этого не сделает человек!» «Так же невозможно, чтобы праведник отступил перед злым, если он не навлечет это на себя собственными действиями» В этом смысл стиха. «Как мутный фонтан и грязный родник, так и праведник, отступающий перед нечестивым» Бог сказал Якову, «Эсав шел своей дорогой, и ты послал ему сообщение, говоря, «Твой раб Яков говорит»» Берешит 32.5. Конец цитаты. «Бог пообещал Якову быть с ним, и если бы Яков поверил ему и не испугался Эсава, Эсав и дальше шел бы своей дорогой. Однако Яков испугался и послал к Эсаву послов, причем использовал раболепное выражение, «Твой раб Яков». В Танхума Яшан в Айшлах 4 сказано, «Яков послал в Айшлах послов к своему брату Эсаву». Берешит 32.4. Бог сокрушается. «Увы! Вай! Яков послал послов к Эсаву!» Другой стих. «Скажите моему господину Эсаву» 32.5. Наши мудрецы комментируют так. Берешит раба 75.11. «Бог сказал ему, ты унизился и назвал Эсава своим господином восемь раз. Я клянусь, что сделаю так, что восемь его потомков станут царями до твоих потомков». Конец цитаты. Следующие стихи помогают еще глубже понять проблему недостатка доверия. «Он выбрал дары для своего брата Эсава из того, что у него было с собой. Он отдал их своим слугам. Он сказал своим слугам, когда мой брат Эсав встретит вас, он спросит, кому вы служите? Вы должны ответить, это принадлежит твоему рабу Яакову. Это дар моему господину Эсаву». Яаков сказал сам себе, «Я завоюю его расположение с помощью даров, посланных вперед. Он отправил дары вперед». Берешит 32, 14, 17, 19, 21, 22. Минха означает «дар», а также приношение или молитву. Приношение минха состоит из растений, обычно это пшеница или ячмень, и в этом случае оно является не только даром, но и способом показать Богу полное доверие и готовность идти ради Него на жертвы. Мудрецы объясняют. Миноход 104, «Бет». Почему в случае минха говорится «нефеш» — душа? Если человек, нефеш, приносит хлебную жертву Господу, Вайкра 2, то об «Ола» — жертве всесожжения говорится «когда один человек, Адам, принесет жертву Господу» Вайкра 1, 2, Бог сказал, «кто обычно приносит минха?» «Бедняк! Я отнесусь к нему так, как будто он пожертвовал жизнь ради меня». Конец цитаты. «Бедняк не может принести в жертву животное. Даже когда он жертвует муку, это большая жертва для него». Да, вот истинная цель Корбан — жертвы — приблизиться к Богу путем самопожертвования. Для бедняка принести немного муки равносильно смерти, однако он все равно это делает, возлагая свои заботы на Бога. Название этого приношения, минха, происходит от слова «нах» — ушедший, как будто бедняк умер. По этой же причине и молитва перед наступлением вечера также названа минха. Мудрецы задают вопрос, брахот 26 бет. «Почему наши мудрецы говорили, что минха совершается до вечера? Это потому, что приношение тамид, совершаемое с наступлением сумерек, можно приносить до вечера». Конец цитаты. «В этом источнике не объясняется, почему эта молитва получила название минха, но на самом деле мы знаем причину. Когда солнце идет к западу, чтобы отдохнуть, лануах, наступает время минха, время довериться Богу. Солнце меркнет, наступает ночь, но человек по-прежнему верит, что скоро наступит утро и снова взойдет солнце. Наступление темноты – это время для минха, что и объясняет ее название. Каждая минха говорит о доверии к Богу, о бедности и скромности перед владыкой всего. Как Бог несомненно зажжет свет и даст начало новому дню, так же Он поддержит бедного, принесшего ему хлебное приношение. Бог спасает Израиль от всех его врагов. Смотри мои комментарии об Амане и Мардыхае и упоминание минха в Мигела 16 алип. Минха имеет огромную важность. Брахот 6 бет. Нужно быть очень внимательным с минха, ибо Илья получил ответ на горе Кармель, когда стоял перед пророками Ваала во время этой молитвы. Конец цитаты. Когда надежды почти нет, Бог отвечает человеку через его минха, но только при условии, что он уповает на него. Царь Давид сказал, «Да будет моя молитва, как благоухание перед тобой и поднятие моих рук, как вечерняя минха». Таилим 141.2 Он имел в виду следующее, «Когда я поднимаю руки к тебе в молитве и доверии, прими мою просьбу, как минха, как томид, ежедневно приносимый в сумерках. Это символизирует наш долг доверять тебе даже при наступлении ночи». Конец цитаты. Что сделал Яаков, так это изменил назначение минха. Если ее первоначальная цель символизировать смирение человека перед своим Творцом, его веру и упование на Него, то Яаков перевел эти чувства с Бога на Эсава. Этим он проявил нехватку доверия. Рашбам объясняет, почему Яаков получил травму в борьбе с ангельским князем Эсава. Берешит 39.29 «Яаков был поражен и стал хромым, потому что Бог дал ему обещание, когда он уходил. Точно так же и все, кто отказывается идти по Божьему пути или встают на противоположный путь, наказываются». Можно спросить, но разве Яаков зря боялся Эсава? Мудрецы объясняют, «Михилта, Бешалах, Месехта, Де Амалек», глава 2. «Яаков проигнорировал намек не бояться, хотя Бог сказал, «Я буду с тобой и буду защищать тебя», Берешит 28.15 «Яаков все-таки очень боялся», Берешит 32.8 «Как может человек, получивший уверение от Бога, бояться?» Яаков сказал, «Горе мне, чтобы мои грехи не привели меня к гибели». Аналогичный вывод содержится в Брахот 4 Алиф. «Если это так, то почему Яаков был наказан за свой страх?» Мы видим важный принцип относительно доверия. Человек должен постоянно исследовать свои поступки. Мудрецы учат», Брахот 60 Алиф. «Ученик шел с Раби Ишмаэлем, сыном Йоси, по рынку Сиона». «Раби Ишмаэль увидел, что он боится, и сказал ему, «Ты грешник, ибо сказано, грешники Сиона боятся» Ешаяу 33.14 «Ученик ответил, «Разве не сказано, счастлив человек, который всегда боится» Мишлей 28.14 «Раби Ишмаэль ответил, это относится к делам Торы». Дела Торы — это не только изучение Торы, но и исследование собственных поступков. Раши объясняет эту мысль Мишлей там же. «Человек должен беспокоиться о наказании, следовательно, удаляться от греха». Между тем, если Бог приказывает человеку сделать что-либо, причем в результате ему не будет причинен никакой вред, человек должен выполнить задание без всякого страха и задних мыслей. Конечно, это не значит, что он вообще не должен бояться, или что ему не нужно исследовать свои поступки. нет, пусть он постоянно анализирует свое поведение, чтобы избежать ошибок, но это не должно мешать ему выполнить задачу. Все это касается не только индивидуального задания от Бога, но вообще любой заповеди. Нельзя позволять себе постоянно беспокоиться о чем-то, иначе это может привести ко греху. Чрезмерно беспокоящийся человек может запутаться, поддавшись влиянию деструктивных мыслей, например, «Я недостоин», «Мое поколение недостойно этого» и так далее. Если святая Тора требует, чтобы мы выполнили какую-то заповедь или какое-то другое дело, нужно просто встать и выполнить его. Конечно, при этом нужно каждый день раскаиваться и работать над собой, но это не имеет никакого отношения к исполнению Божьей заповеди. Мы можем бояться чего-либо, но при этом должны это делать с полной верой и упованием на Бога. Человек должен исполнить свой долг, и тогда Бог исполнит то, что посчитает нужным. Даже если человеку дано от Бога увидеть, что какой-либо поступок приведет к плачевным результатам, его по-прежнему нужно сделать. Вспомним, как Хискиягу отказался жениться и выполнить заповедь родить детей, потому что предвидел, что родит Монасию. Итак, если человек боится, что грех приведет его к гибели, он должен сделать какие-то выводы из этого страха, но ни в коем случае упаси Бог не нарушать Божьи заповеди. Вместо этого он должен приложить все усилия, чтобы очиститься от предмета своего страха и исправить свои пути. Другим светочем еврейского народа, ставшим жертвой нехватки доверия, был Амрам, отец Моше. Причем мы снова видим, что он руководствовал самотивами, казавшимися ему логичными. Мудрецы пишут Медраж Сехил Тов Шмот 2.1 Муж Иш из дома Левия пошел. Иш может означать только великих мужей Израиля и великих мужей земли. Это Амрам. Конец цитаты. В Шмот Раба 1.13 говорится Амрам был главой Санедрина того времени. Конец цитаты. В Шаббат 55. Бет мы также читаем, что Амрам был великим праведником. Четверо умерли только из-за первородного змея. То есть они не заслужили смерть, но умерли потому, что смерть была приговором миру после греха Адама. И это сын Якова Беньямин, отец Моше Амрам, отец Давида Ессей, сын Давида Килав. Конец цитаты. Наши мудрецы учат в Сута 12 Алев. Мы узнали, Амрам был великим светочем того поколения. Когда нечестивый фараон постановил, всякий рожденный мальчик должен быть брошен в Нил, Шмот 1.22, он сказал, мы трудимся напрасно и развелся с женой. Тогда все поступили так же. Его дочь Мирьям шести лет тогда сказала ему, отец, твой запрет суровее, чем фараонов, ибо запрет фараона касается только мужчин, а твой и мужчин и женщин. Фараон вынес запрет только об этом мире, а ты и об этом и о следующем. О запрете фараона есть сомнение, будет ли он исполнен или нет, но ты святой и твой запрет непременно будет исполнен. Тогда Амрам снова женился на своей жене и все поступили так же. Конец цитаты. Чрезвычайно сложно достичь совершенной веры и доверия. Даже после явного чуда разделения моря, совершенного на глазах всех израильтян, они по-прежнему не имели достаточно веры. Псахим 118 бет. Израилю в том поколении не хватало веры. Как объяснил раба Бар-Мэри, в чем урок стиха, они восстали в море, даже в Красном море. Таилим 106 дробь 7. Это учит тому, что Израиль в тот момент восстал и сказал, как мы выходим из одного конца моря, так же и египтяне должно быть выходят из другого. Конец цитаты. А вот что говорится о царе Шломо. Теперь царь Шломо полюбил многих иностранных женщин, помимо фараоновой дочери, тогда как Господь сказал Шломо, поскольку у тебя на уме было это и ты не сохранил мое соглашение и постановление, которые я заповедал тебе, я непременно отниму царство у тебя и отдам его твоему слуге. 1 царей 11 дробь 1 11 Мудрецы так же говорят Бамидбар раба 10 дробь 4 В ту ночь, когда Шломо завершил работу над храмом, он женился на фараоновой дочери Батьи и была радость о храме среди радости о фараоновой дочери и последняя радость превзошла первую. В тот момент Бог решил уничтожить Иерусалим. Поэтому сказано «Этот город возбудил мой гнев и мою ярость, Ирмиягу 32 дробь 31 Фраза «В тот момент Бог решил уничтожить Иерусалим» объясняется в Санедрин 21 бет «Когда Шломо женился на фараоновой дочери, Гавриил спустился и бросил тростник в море, подняв песчаный берег, на котором был построен великий город Рим. Другой стих «Если Бог не построит дом, напрасно трудятся строящие его» Таилим 127 1 объясняется в комментариях Раши «Давид спел эту песню о своем сыне Шломо, которому божественное вдохновение сообщило, что он построит храм и в тот же день женится на фараоновой дочери». И потому он спел этот псалом, подразумевая, «Зачем тебе, сын мой, строить храм и отворачиваться от Бога? Поскольку Бог не хочет его, его строители трудятся напрасно». Конец цитаты. Мы видим, что именно за этот грех женитьба на дочери фараона Бог отнял монархию от семени Шломо и тут же подготовил почву для появления Рима, который в будущем накажет Израиль. Однако тогда были сказаны и другие слова «Я поражу семя Давида за это, но не навсегда». Первое царей 11.39 Это объясняется в Елкут-Шимуни, там же 196, где дается ссылка на Седер-Олам. Наши мудрецы сказали, «Монархия должна была вернуться к семени Давида в день Асы, если бы он не согрешил». Конец цитаты. Раши интерпретирует это следующим образом. «В Седер-Олам я нашел, я поражу семя Давида за это». Это относится к 36 годам Шломо, в которые он был женат на фараоновой дочери. Он женился на ней в четвертый год своего правления, и именно из-за нее был вынесен приговор, по которому царство Давида было разделено. Оно должно было вновь объединиться в 16 год правления Асы. Но Аса согрешил, послав взятку царю Араму, вместо того, чтобы полагаться на Бога». Конец цитаты. Вот что пишет Радак там же. «В день Асы ему было предначертано восстановиться, но Аса согрешил. В 36 год во время правления Асы Вааса, царь Израиля, пошел против Иуды». Вторая летопись 16 дробь 1. «Это был лишь 16 год правления Асы, но 36 год после правления Шломо, когда династии было предначертано восстановиться, однако поскольку Аса согрешил и положился на царя Рама, оно не было восстановлено». Конец цитаты. Бог наказал династию Давида, отняв царство только на 36 лет, период времени, в течение которого Шломо был женат на фараоновой дочери. Царство должно было вернуться к династии Давида, спустя 36 лет, то есть на 16 год правления Асы, правнука Шломо. Однако Асе не хватило веры и упования на Бога. Во Аса, царь Израиля, пошел против Иуды. Аса взял все свое серебро и золото, что осталось в сокровищницах дома Господа и сокровища царского дома и дал их своим слугам. Царь Аса послал их Венададу, сыну Тавримона, сына Хизиона, царю Арама, который жил в Дамаске, говоря, «Вот я послал тебе в подарок серебро и золото, пойди разорви союз с Ваасой, царем Израиля, чтобы он ушел от меня». Венадад послушал царя Асу и послал полководцев своих армий против городов Израиля и против Айн, Дан и Авел Беф-Мааху. Когда Вааса услышал об этом, он перестал строить Раму и поселился в Тирце, 1 царей 15-17-21. Мы видим, что в данном случае Аса прибег к взятке, причем он взял ее из сокровищницы Господа. Испугавшись и забыв об уповании на Бога, царь попросил нееврея помочь ему в войне против своих еврейских братьев, чтобы разрушить города Израиля. Может ли быть еще меньше доверия к Богу, еще более ужасный образ Хилул Гошем, а ведь это тот же Аса, о котором в начале его правления говорилось, он поступал правильно в глазах Господа, как и его отец Давид, 1 царей 15-11. Незадолго до этого он поверг в ужас и разбил врага только лишь за счет своей веры в Бога. Цитата. Тогда вышел против них Зарай Эфиоплянин с армией в миллион человек и тремястами колесницами и пришел в Морешу. Аса вышел встретить его и они выстроились к битве в боевом порядке в долине Цифат в Мореше. Аса воззвал к Господу своему Богу и сказал «Господи, нет никого кроме Тебя, кто может помочь между сильным и слабым. Помоги нам, о Господи, Боже наш, ибо мы полагаемся на Тебя, и Твоим именем мы вышли против этого множества. Ты, Господь, наш Бог, да не превозможет против Тебя никакой человек». Так Господь поразил Эфиоплян перед Асой и перед Иудой и Эфиопляне побежали. Аса и народ с ним преследовали их до Герара и там пало Эфиоплян столько, что никто не остался в живых, ибо они были рассеяны перед Господом и перед его войском и они собрали очень много добычи. «Они поразили все города в окрестностях Герара, ибо ужас от Господа нашел на них, и они разграбили все города, ибо много добычи было в них». Вторая летопись 14.8-13 Вот пример израильского царя, который ходит Божьими путями, полагается на него и понимает, что когда народы нападают на еврейский народ в земле Израиля, это Хилул Гошем. Соответственно, он не обращается к избитым доводам об умиротворении народов или спасении жизни евреев. Нет, он знает, это Милхемет Митсва, обязательная война, и он идет и воюет с испуганными армиями народов. Однако мы можем спросить, как вышло, что праведный царь, привыкший полагаться на Бога даже перед лицом могущественного врага, так скоро потерял веру и начал искать помощи у неевреев. «Ведь сказал пророк Ирмиягу Ирмиягу 17.5 «Проклят тот, кто полагается на человека, кто возлагает свои надежды на плоть и кровь, и чье сердце отходит от Господа». «Осудил царя и пророк Анания». В то время Анания провидец пришел к Асе, царю Иуды и сказал «Поскольку ты полагался на царя Арама, а не на Господа твоего Бога, то воинство царя Арама спаслось из твоей руки. Разве эфиопляне и львийцы не были многочисленны с колесницами и всадниками и не превосходили многих? Однако ты полагался на Господа и Он предал их в твою руку, ибо глаза Господа обходят туда и сюда по всей земле, чтобы явить Его сильным в помощи тем, чье сердце полностью обращено на Него. Сейчас же ты поступил глупо, таким образом у тебя будут войны». Аса разгневался на провидца и отправил его в тюремный дом, ибо он разгневался на Него из-за этого. Он притеснял некоторых из народа в то время. Вторая летопись 16 дробь 7 тире 10 «Поразительно! Как мог этот царь забыть о величии Бога, которое он видел своими собственными глазами? Как он мог забыть о своей вере в Бога, о полном доверии к Нему и осудить и бросить в тюрьму пророка, упрекнувшего его в этом? Как бы то ни было, произошло то, что произошло. Это величайшее предупреждение и для нас, чтобы мы не превозносили собственную праведность все дни, пока живем на земле». Вот что пишет Ралбак 1 царей 15 дробь 17 «Я вычислил восемь лет после разделения царства, потому что царство уже начало возвращаться к нему до этого. Однако из-за его греха царство осталось разделенным, как и прежде. Его грех был в том, что он возлагал надежду на смертного человека, послав взятку Венодаду, но не доверился Богу, который поразил эфиопский лагерь перед собой. Я думаю, именно поэтому его ноги поразила болезнь в старости». Цитата «Только в старости он заболел ногами». 1 царей 15 дробь 23 «Он послал взятку Венодаду, как будто у него не было ног идти на войну, следовательно, Бог поруководил событиями так, что его ноги стали слабы в старости». Конец цитаты. «Мы видим, что царь был наказан за нехватку доверия к Богу и страх перед неевреем, что всегда ведет к Хилул Гошем. Очень важно понять, в чем именно состоял грех царя Шломо и за что он был наказан. Правосудие Бога всегда соответствует совершенному греху». Сута 8 бет. «Как человек судит других, так и он будет осужден». Можно ли сказать, что наказание Шломо разделение царства соответствовало его греху женить бенодочери фараона? Дело в том, что главный грех Шломо состоял не в том, что он женился на нееврейке. У мудрецов нет единодушной оценки Шломо и его жен Иерусалимский Талмуд Сан-Эдрин 2.6 Царь Шломо любил иностранных женщин. 1 Царей 11.1 Комментарий Раби Шимон Бар-Йохай сказал, он прелюбодействовал с ними, но не женился на них, стало быть, не нарушал запрет Торы, не женись на них. Дворим 7.3 Анания, сын брата Раби Йоси сказал, он женился на них, стало быть, нарушал запрет Торы. Раби Йоси сказал, он сначала привлекал их к Торе и приводил под крылья божественного присутствия, то есть, сначала обращал их в веру и затем женился на них. Следовательно, его грех был в том, что он не обращал их с полной искренностью. В конце концов, они не обращались искренно, и его главным побуждением была любовь к ним. Конец цитаты. Итак, главный грех Шломо, конечно, был не в женитьбе как таковой, даже если он действительно женился на нееврейках, разделение царства все равно кажется слишком суровым наказанием. Нет, главный грех был именно в личности его жены. Это была дочь фараона. Им двигало желание не столько жениться на Батье, сколько продниться с фараоном и заключить с ним союз через брак. Вместо того, чтобы полагаться на Бога, он прибег к грешному браку и заключил союз с фараоном, чтобы сохранить за собой царство. Бог разгневался на него за это и наказал сообразно греху, отнял у него царство. Есть еще одна причина, почему наказание Шломо соответствует проступку. Ключевую роль в разделении царства сыграл именно тот человек, которого приютил египетский царь Сусаким и Иераваам сын Навата. Шломо хотел убедить Иераваама, но Иераваам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю Египта. Первое царей 11 дробь 40. Разделение царства должно было продлиться только 36 лет, что тоже делает его соответствующим греху. Однако Аса совершил то же самое, что и Шломо, перестал уповать на Бога и обратился за помощью к неевреям. По этой причине наказание было продлено. Об этом мы читаем в Тасефте Сота глава 12. В 36 год правления Асы Вааса, царь Израиля, напал на Иуду. Вторая летопись 16 дробь 1. Чему мы учимся из 36 года? Это относится к 36 годам, в течение которых Шломо был зятем царя Египта. Конец цитаты. Мы ясно видим, что главным греховным аспектом этого брака была связь с египетским монархом с целью заключить с ним союз. Об этом же пишет Радак 1 царей 15 33. Вышло постановление, что царство Давида должно было быть разделено 36 лет в соответствии с 36 годами, в течение которых Шломо был фараоновым зятем. Конец цитаты. Заметим, Радак говорит не мужем фараоновой дочери, но фараоновым зятем. Главной целью Шломо в этом браке было не столько жениться на дочери, сколько породниться с тестем, заручившись его поддержкой как союзника. За это Шломо и был наказан. Из этой истории ясно видно, как сурово Бог наказывает тех, кто перестает доверять ему и обращается за помощью к неевреям. Это может даже обернуться потерей царства. Теперь мы понимаем мысль мудрецов в комментарии на Санедрин, где ангел бросил в море тростник и в том месте возник песчаный берег, на котором был основан Великий Рим. Здесь имел место принцип пропорционального наказания. Как только Шлумо утратил доверие к Богу, начав праздновать и веселиться, Бог тут же подготовил страшное наказание. Он создал государство, которое не просто отнимет монархию у Израиля, но еще и опустошит страну, разрушит храм и отправит Израиль в изгнание. Смотри Шир-Гаширим Раба 1-6-4 где более точная формулировка «Это было место, где находился Рим». Боязнь, естественное для человека чувство, это один из способов проявления злого позыва внутри нас. Цитата «Она ранила многих, да, сильное множество, все убиты ею». Мишлей 7-26 «Даже такие праведные цари, как Аса, Шломо, Шауль и Хискиягу, высоко поднявшие знамя доверия перед лицом опасности, даже они не смогли выстоять в доверии к Богу до конца. Ешияу сокрушается о том, что Израиль утратил доверие перед угрозой ассирийского вторжения и попросил помощи у Египта. Цитата «Горе восставшим детям, говорит Господь, которые советуются не со мной, которые готовят план, но не моим духом, прибавляя грех к греху, которые спускаются в Египет, не спросив меня, чтобы найти убежище фараоновой силе, укрытие в тени Египта. Поэтому эта сила станет твоим позором и это укрытие твоим замешательством. Все будут престижены, что имели дело с народом, который не может помочь им, в котором нет ни помощи, ни пользы, но лишь стыд и порицание, ибо Египет помогает зря, без пользы, поэтому я назвал этот народ праздными хвостунами, Ешаяу 31-3-5-7. Раша пишет, там же стих 2, это относится к Осии бен-Але, который послал послов к Сегору, царю Египта. Здесь Раша ссылается на вторую царей 17-4. Царь Ассирии нашел заговор в Осии, ибо он послал послов к Сегору, царю Египта, и не предложил подарка царю Ассирии. Что касается слов «спускаются в Египет» из Ешаяу 30-2, Раша говорит так, это является понижением для них. Радак пишет там же «Как будто их греха им недостаточно, и они еще и ищут посторонней помощи без моего разрешения, ибо когда раб ищет зависимости от другого хозяина, это есть неслыханное восстание против его первого хозяина». Конец цитаты. Да, недоверие к Богу это так сказать позор и унижение для самого Бога. Ешаяу написал об этом так. «Поэтому эта сила станет твоим позором». Ешаяу 30-3. Вся трагедия еврея в том, что недоверие к Богу настолько ослепляет его, так что он перестает понимать, что если бы он положился на Бога, избавление пришло бы незамедлительно. Но поскольку он этого не понимает, его постигает трагедия, которой можно было бы избежать. Об этом и говорит Ешаяу. Так говорит Господь Бог, Святой Израиля. «Сидя спокойно и мирно, вы будете спасены, в тишине и доверии будет ваша сила, но вы не захотели этого. Вместо этого вы сказали, нет, мы убежим на конях, поэтому вы убежите». Ешаяу 30, 15, 16. Раши комментирует, «Бог сказал вам давно, вы не должны искать силы Египта, разрушая ваше собственное богатство ибо сидя тихо, вы будете спасены без трудностей, если прислушаетесь ко мне». Конец цитаты. Как же прискорбно, что Израиль отказывается положиться на силу Бога, единственного, кто может помочь им. Вместо этого они полагаются на суету, на сломанный тростник, от которого нет никакой пользы. Ешаяу сказал, «Вместо этого вы сказали, нет, мы убежим на конях, поэтому вы убежите». Здесь мы снова видим, как в этом мире проявляется божественное провидение. Это видно из слов еврейского языка, с помощью которого Бог создал вселенную. В этом стихе говорится о том, что Израиль отказывается прислушаться к словам пророков. Они порицают израильтян и призывают их возложить надежду на Бога, но те отвечают, «Нет, мы убежим на нус, на конях». Этим они имеют в виду, «Нет, мы воссядем на тнусус, на коней Египта». Это пример особой роли, созданного Богом еврейского языка, как единство выражения ценностей, качеств и идей. Особенно примечательно то, как Бог связал значение слов с общим корнем, что часто придает им противоположный смысл, как бы указывая на то, что у человека есть свобода выбора. Как человек может выбрать либо добро, либо зло, так и слово «нес» может иметь различные значения, связанные либо друг с другом, либо со своими противоположностями. Человек, ходящий Божьими путями, становится «нес» знаменем, символом Божьего величия и владычества, как сказал Мошена Синая, «Не бойся, Бог лишь пришел поднять на сот тебя». Шмот 20.17 Раша объясняет «Чтобы возвеличить тебя на земле, чтобы народы узнали, что Бог сам открылся тебе». На сот это означает поднятие и возвеличивание, как в стихе «Подними знамя Нес над народами» Ишиягу 62.10 «Я подниму мою руку народам, мое знамя неси народам», там же 49.22 «Как знамя в Эконес на холме», там же 30.17 то есть стоя прямо. Вот такой народ был достоин стать Нес чудом, знаком и знамением для народов. «Бог поднял бы Теносе Израиль на крыльях орлов». «Я поднял тебя на крыльях орлов», Шмот 19.4 «Спаси свой народ, благослови свое наследие, обрати на них внимание, носи их всегда», Таилим 28.9 «Это народ, который восстает, как царь зверей, поднимается, как лев», Бемидбар 23.24 «Однако возможен и обратный результат, если еврейский народ убежит, инус, от доверия и ярма Божьего царства, тогда Нес чудо станет нас, побег. Израиль побежит от своего положения святого народа, уповающего на Бога, в союз с неевреями». В Танахе говорится порицание из Ваикра 26. «Те, кто ненавидит тебя, будут править тобой. Ты побежишь, когда никто не гонится за тобой». Ваикра 26.17 «Похоже, выразился и Ешаяу. Вместо этого ты скажешь «Нет, ибо мы убежим на конях, поэтому ты побежишь». Ишаяу 30.16 «Израиль решил возвеличиться с помощью египетских лошадей, и Бог воздаст им за это. Они не возвысятся и тнасосу, а побегут Янусу от врага на этих же самых лошадях. Выбор между Нес и Нас связан с Несин судом». Это слово также является производным от Нес. Бог испытывает Израиль, чтобы увидеть, примут ли они его ярмо, доверятся ли ему. Если да, то они будут подняты как знамя, и Бог совершит для них чудеса. Если же они решат убежать, то они побегут и от врагов, и от собственных благословений, которые упустили». Мой отец и учитель Зихронол Ивраха обратил внимание, что в Тохахе на Дворим 28 слово «Вэгожгих» «Они настигнут тебя» связано с благословением и с проклятием. Все эти благословения найдут на тебя и настигнут тебя. Дворим 28.2 «Все эти проклятия найдут на тебя и настигнут тебя». Дворим 28.15 «Затем он спросил, когда человека настигают проклятия, тогда понятно, почему он бежит от них, но почему человек убегает от благословений так, что они его настигают?» Его ответ был в том, что когда человек не полагается на Бога, он не понимает, что такое благословение. Когда он его видит, он думает, это проклятие и бежит от него, так что оно вынуждено само настичь его». Вся жизнь еврейского народа в целом и каждого еврея в отдельности — это испытание на доверие к Богу, полноту веры в Него и умение бесстрашно ходить его путями. Мудрецы сказали, «Десятью испытаниями был испытан наш отец Авраам, и он твердо выстоял все из них, это сообщает нам о том, как велика была его любовь к Богу». А вот 5.3 «Испытанием было уже то, что Ман поступал в ограниченных количествах. Бог давал Израилю Ман, чтобы испытать их, чтобы увидеть, последуют ли они его закону» Шмот 16.4 «А также испытать их бедствием». Дворим 8.2 Важно помнить, что как Бог испытывает человека на доверие к Нему, так и человек, не доверяющий Богу, испытывает Бога. Как Бог испытал Авраама десятью испытаниями, так и наши предки десятью испытаниями испытали Бога в пустыне. А вот 5.4 Об этом говорится прямо. «Они испытывали меня десять раз» Бамидбар 14.22 То же мы находим в Ирувин 15. Алиф «Наши предки испытали Бога десятью испытаниями два на море, два на воде, два маном, два перепелами, одно золотым тельцом и одно в пустыне Фаран». Конец цитаты. Одно из мест, где Бог подвергся испытанию, даже получило название в память об этом событии. Тора называет это место Масса. Там израильтяне жаловались и требовали воды. Цитата. Он назвал его Масса Умерева испытание из Сора. «Потому что народ спорил и испытывал Господа, спрашивая, есть среди нас Господь или нет?» Шмот 17, дробь 7. Мы также читаем, «Не испытывай Господа твоего Бога, как ты испытывал его в Массе». Дворим 6, 16. «Жалуясь, они подвергли великие чудеса Бога, Массот испытанию, Массе. Вы видели все, что Господь сделал в Египте перед вашими глазами. Ваши собственные глаза видели великие чудеса, Массот, знаки и знамения». Дворим 29, дробь 1, 2. «Вспомните великие испытания Массот, которые вы видели своими собственными глазами, знаки, знамения, могучую руку и простертую руку». Там же 7, дробь 12. «Вспомните»